Добрый день, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами классическим рецептом тирольского пирога. В основе бисквит, взбитый заварной крем и ягоды в желе. Приготовление начнем с заварной основы, так как она должна остыть. В сотейнике с толстым дном соединяем 1 яйцо, 200 грамм молока, 70 грамм сахара, щепотку соли и 20 грамм кукурузного крахмала. Необходимо хорошо смешать венчиком, либо пробить погружным блендером. Отправить в сотейник на средний огонь и при постоянном перемешивании доводим массу до кипения. Добавляем ванильный экстракт, после чего кипятим 2 минуты, чтобы крахмал загустел. В итоге должна получиться густая гладкая масса. Массу накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Приготовим классический бисквит. 2 яйца, 70 грамм сахара, немного ванильного сахара или ванильной пасты по желанию. Яйца и сахар необходимо хорошо взбить до очень плотного пышного состояния. Я использую ручной миксер, взбиваю 5-7 минут. Готовность взбитой массы проверяем следом от венчика. Затем просеиваем 70 грамм муки и аккуратно вмешиваем снизу вверх силиконовой лопаткой. Как только масса стала однородной, выкладываем тесто в форму диаметром 20 см. И выпекаем при температуре 170 градусов без конвекции. Бисквит выпекается очень быстро, примерно 12-15 минут. Готовность можно проверить зубочисткой или шпажкой. Она должна выходить сухой из бисквита. Бисквит должен полностью остудиться в форме. Затем достаем его из формы. Основу для пирога выкладываю на подложку. Далее устанавливаю раздвижное кольцо. Или же это может быть форма, в которой вы выпекали бисквит. Стенки проложила ацетатной пленкой. Далее бисквит необходимо пропитать. Я использую 10% сливки. Также можно использовать кипяченое холодное молоко. Возвращаемся к заварному крему. Он у меня остыл до комнатной температуры. Взбиваем 100 грамм сливочного масла комнатной температуры до пышности, примерно 5-7 минут. Затем добавить заварной крем и снова взбить до однородности, примерно 2 минуты. Очень важно, чтобы крем и сливочное масло были одинаковой комнатной температуры. Тогда крем не расслоится. Получается очень нежный и воздушный крем. Выкладываем его на пропитанный корж и распределяем равномерно по всей поверхности бисквита. Я использую клубнику, вишню и голубику. Из вишни я заранее извлекла косточки. Далее выкладываем ягоды. Можно использовать свежие ягоды и фрукты, или же замороженные. Ягоды необходимо немного вдавить в крем, для того, чтобы они потом не поднимались, когда вы будете заливать желе. Выкладываем их так, чтобы между ними было как можно меньше пустот воздуха. Далее все необходимо залить желе. Приготовим желе для верхнего слоя. У меня вишневый сок 250 мл. Желатин 10 г заливаю холодной водой 60 г. Оставляю желатин набухать. Желатин растопили импульсами в микроволновой печи. И добавляем его в сок комнатной температуры. Аккуратно заливаю желе ложкой и отправляю в холодильник на пару часов. Продолжение следует...